МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В противопожарное законодательство внесены дополнения. Мы давно подружились с Десногорским отрядом и уже, наверное, третий сезон работаем вместе. Поисковый отряд за родину на Ельнинской земле. Нашу Россию любим нас вят, и Россию мы будем вернуть. Дружина второй школы пополнилась юными гагаринцами. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 25 апреля в администрации Десногорска состоялось плановое оперативное совещание председателей комитетов и руководителей муниципальных служб города. Все подробности далее. В начале совещания заместитель главы Александр Новиков сообщил, что на официальном сайте администрации Десногорска выложены социальные проекты города. Продолжается публичное обсуждение проектов, которые претендует смотрение в концерн в Российный Град. Информация о социальных проектах размещена на сайте администрации муниципального образования города Десногорска. Поэтому просьба к жителям заходить, смотреть, голосовать за эти проекты. И, может быть, за счёт этих проектов мы сможем улучшить наше положение в детских садах, в школах, в других учреждениях. Управляющая делами Василина Черных доложила, что глава продолжает рабочие встречи с коллективами муниципальных организаций. Инна Михайлова сообщила, комитет по культуре, спорту и молодёжной политике ведёт активную подготовку к празднованию Дня Победы. Председатель комитета по образованию рассказала об оздоровительной кампании на лето текущего года. Хочется обратить внимание родителей наших обучающихся тем, что они имеют возможность своих детей оздоровить в июне и в июле месяце на площадках школы номер 1, 2, 3, 4 и нашего Дома детского творчества. И в рамках работы соглашения с госкорпорацией «Русатом» с 24 апреля стартует новый совершенно конкурс, в котором мы ещё не принимали участие. Это конкурс «Юнок-тедагога» в школу «Русатома». Надеемся, что наши ученики будут активными участниками этого конкурса, тем более, что по результатам этого конкурса дети будут навозены путёвками в международный лагерь. Все коммунальные службы работают в штатном режиме, заканчивают работы по санитарной очистке и готовятся к общегородскому субботнику. Глава города Андрей Шубин пригласил всех десногорцев 28 апреля активно принять участие в общем субботнике и сделать наш город чище и красивее. Смоленским медикам – узким специалистам, которые в дефиците в регионе будут оказывать финансовую поддержку. Об этом заявил начальник областного департамента по здравоохранению Владимир Степченков. Эта мера направлена на ликвидацию кадрового дефицита в медицинской сфере. В регионе уже начали оказывать поддержку докторам-анестезиологам. Им сделали надбавку к зарплате. В планах такие же доплаты – фтезиатрам и инфекционистам. На особо охраняемой территории памятника природы Красном Бару прошёл первый экологический форум Смоленской области. Он собрал представителей органов исполнительной власти субъектов Центральной России, экологических служб предприятий, образовательных и научных организаций. Приехали гости из Беларуси. Участники форума получили возможность обменяться опытом и заняться поиском решений наиболее актуальных проблем в сфере экологии. Необходимо отметить, что Смоленщина вошла в число регионов с наиболее благоприятной экологической обстановкой, занимая в рейтинге 14 место среди 85 субъектов страны. Уже на протяжении многих лет сразу после схода снежного покрова часто происходят рукотворные пожары. Чтобы усилить ответственность за причинение материального ущерба гибели людей в пожарах, постановлением правительства России внесены дополнения к правилам противопожарного режима Российской Федерации. С 1 марта 2017 года дополнения следующего содержания вступили в законную силу. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой осенней дождливой погоды или образования снежного покрова органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, владеющие, пользующиеся, распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают её очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделяют минерализованной полосой шириной не менее полметра или иным противопожарным барьером. За нарушение указанных требований предусмотрена административная ответственность и влечёт наложение штрафов на физических лиц от полутора до пяти тысяч рублей, на должностных лиц до пятидесяти тысяч рублей, на юридических – до одного миллиона. Кроме того, виновные в возникновении пожара, повлекшего материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, несут уголовную ответственность. В целях предупреждения пожаров на территории и в границах населённых пунктов, гаражно-строительных кооперативов, садоводческих товариществ, кладбищ запрещается складирование и сжигание всех видов отходов – тары, мусора, листвы. Уважаемые десногорцы, берегите от огня своё имущество, жизнь и здоровье. Сборы для военнообязанных в запасе сроком в два месяца проведут в 2017 году. Распоряжение, подписанное Владимиром Путиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Граждане будут проходить сборы в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности. Мероприятия пройдут по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Исключением станут проверки. Их сроки определяет Минобороны России. Уже открыт поисковый сезон 2017. Десногорский отряд «За Родину» ведёт поиски погибших воинам в Еленском районе. Наша съёмочная группа побывала на месте раскопок. Бойцы отряда ведут раскопки в трёх километрах от деревни Митино Ельнинского района. Эта высота называлась «Ельнинский уступ». Бои здесь в 1941 году вели 100-я и 107-я стрелковые дивизии, которые впоследствии стали носить звания гвардейских. «Здесь в этих местах зарождалась гвардия. Вот о чём мы сейчас, в чём мы убедились. На данном раскопе были обнаружены останки двух солдат. И у одного из них найдено значок «Гвардия» – один из первых». Таким гвардейский значок поисковики достали из земли. Его по возможности отреставрируют, чтобы он занял достойное место в музее поискового движения. Самое желанное для каждого поисковика – найти медальон и установить имя воина. В этом сезоне отряд «За родину» отыскал четыре медальона. Один из них принадлежал красноармейцу Сидневу Степану Александровичу, 1905 года рождения, из Пензенской области. И нашли родственников – родную дочь и девять внуков. Так уже сложилось, что поисковые отряды России давно сплотились в единое братство, и для них не существует географических границ. Боец любого отряда может принять участие в поисковом сезоне в другой области страны. Так, в этом году уже не первый раз в отряде «За родину» работают друзья из Сыктывкара. Мы давно подружились с Десногорским отрядом, и уже, наверное, третий сезон работаем вместе. И вот они опять же нас пригласили, и мы приехали поработать в этот район. 24 апреля в гости к поисковикам отряда «За родину» приехали друзья – сотрудники акционерного общества «Атомтехэнерго». Чтобы поддержать бойцов, они вручили им ценные подарки. У нас в области появилась передвижная лаборатория с моделями разных локаций для обучения детей правилам поведения на дороге. Она будет курсировать по детским садам, лагерям и школам Смоленщины. В программе обучение выделено несколько блоков – оказание первой помощи, безопасная перевозка детей в автомобилях, правила поведения на дорогах. Отдельно предусмотрены модули для обучения педагогов и родителей. Такие же центры появятся в течение двух лет еще в 30 российских регионах. Во второй школе Десногорска состоялся торжественный сбор дружины, посвященный Дню космонавтики. Подробнее об этом событии в нашем следующем сюжете. Традиционно в апреле на сборе дружины «Гагаринцы» проходит торжественное посвящение учащихся первых классов в детскую школьную общественную организацию. Для первоклассников это важное событие, ведь быть членом любой организации – это почетно и ответственно. Вступая в ряды школьной организации, каждый первоклассник должен знать символы дружины и законы, по которым она живет. Мы вместе – сила, воля, взлет, а знания – это наши крылья. Приложим же, друзья, усилия, чтобы был высоким наш полет. И вот наступает самая волнующая минута. Первоклассники стоя дают торжественную клятву. К этому дню ребята готовились три четверти. Они учились не только писать, считать, читать, но и учились дружить и жить в коллективе, вместе выполнять интересные дела. Каждый отряд выбрал себе название, девиз и эмблему. Новому поколению юных гагаринцев, рвущихся творить доброе и полезное, вручили членские билеты. Я знаю точно, что меня вприняли в гагаринцы. Это мой самый, это я ждал этого дня. Теперь мы хорошо будем учиться, и у нас будет всегда хорошее настроение. Я счастлива, мне очень понравился праздник. Торжественный сбор дружины гагаринцы закончился выносом знамени. В областном центре митрополит Смоленский и Рословский Исидор осветил памятник, отдавшим жизнь за веру и Отечество. Монумент был сооружен рядом с храмом в честь иконы Божьей Матери Всехскорбящих Радость на седьмом километре Рословского шоссе. Рядом с кладбищем Новое. Семиметровый крест в память о всех погибших за веру и Отечество. У его подножия богатырский шлем, напоминающий купол храма и щит, символизирующий героический Смоленск. После освещения монумента митрополит отслужил заупокойную литию по всем героям Смоленской земли. И еще к новостям культуры. В Смоленске 28 и 29 апреля пройдет фестиваль «Салют над Днепром». В течение двух дней состоятся выступления организаторов и гостей фестиваля. После этого всем бесплатно покажут фильм «28 панфиловцев» на крепостной стене. Завершится фестиваль «Салютом». Вход на фестиваль свободный. Мероприятие пройдет возле башни «Орел». Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok